Продолжение следует... В интернете набирает популярность вот это видео, где дзюдоистка Ирина Заблудина во время тренировки сборной России под дзюдо в Сочи укладывает на татам президента России Владимира Путина. Многие обратили, кстати, внимание на то, что действия происходят на сине-желтом татаме. Владимир Владимирович, ну я из Владивостока, меня зовут Мария Соловенко, газета «Народные вечи». Я хочу вас порадовать, хоть что-то доброе сказать, хотя я критикую очень жестко в своей газете. Вы это знаете, наверное, да? Знаю. Знаете, спасибо. Всем я критикую. Вот вы сейчас сказали, что вы дадите поручения, еще дешевле билеты. А вы разве не знаете, что сегодня из Владивостока до Москвы и обратно можно перелететь за 6 тысяч рублей? Ну да. Так куда уже ниже? Наш аэрофлот вообще не надо. Спасибо вам большое за… Ну это разминка. Да, да. А, вот оно как. Конечно. Значит, спасибо вам за то, что вы вспомнили про субсидирование перевозок с Дальнего Востока в Москву, в Петербург, в Сочи. И не только с Дальнего Востока. Это у нас из Сибири, из некоторых точек есть, из Норильска. И мы будем продолжать это субсидирование. В этом году на цели субсидирования выделено, по-моему, 12 миллиардов рублей. Но это касается ведь не всех граждан, это касается только определенных возрастных групп, молодых и людей пенсионного возраста. Это первое. Второе, вот на такие дальние маршруты у нас еще есть инструменты влияния, но особенно сложно у нас с местными перевозками, где подчас люди для того, чтобы добраться из одного населенного пункта субъекта Федерации в другой, должны летать через Москву. Вот что плохо. Вот я о чем говорю. Ну и сейчас, Владимир Владимирович, соберитесь и ответьте на очень серьезный вопрос. Попробуем. У нас на Дальнем Востоке и трубопроводы строятся, и замечательные, правда, мосты построили, и все остальное. Но для кого мы это строим? А тест понравился вам? Само проведение? Как вообще жители восприняли вот это крупнейшее международное мероприятие, которое мы провели во Владивостоке? Мы, кстати, вполне могли провести и в Петербурге, где инфраструктура готова, или в Москве. Владимир Владимирович, меня, как всегда, не пустили на этот АТС, и пять лет не пускали на вашей конференции. Но я и не гордая, я сижу и пишу, поэтому и не пускают. Мы сюда пустили? Значит, прогресс есть? Прогресс есть, да, это так, шутка. Значит, по АТС, действительно, ну, мосты хорошие, дороги хоть и валятся хорошие. Жить стало лучше, да, вверху, а внизу плохо живется, все равно. Ну, там, мэры, все, мы не будем о коррупции сегодня, я вообще не хотела о плохом. Ну, придется. Вот границы наши, вы знаете, не очень они защищены. Для кого мы строим? И вот этот бывший министр обороны, это такая боль. И мне кажется, вы его назначали, и даже в последнее время по телевидению уже оправдывали. Вот я бы хотела сказать, спросить вернее, что вы можете сказать по поводу вот этого руководителя, и как вернуть эти деньги, которые они уворовали, славянка это и прочее, вот. Что нам делать с обороной Российской Федерации? Чего они уворовали там? Уворовали, ну, миллиарды. Вы не знаете? Нет. Нет, не знаю. Сейчас скажу, почему. Ответьте, пожалуйста. Как вас зовут, да? Мария меня зовут. Мария? Мария. Маша, садись, пожалуйста. Спасибо вам, честно вам скажу. О здоровье, но не о его, а обо всех нас. Вот я хотела задать такой ему вопрос. Вы знаете, вот почему китайцев много-много-много, а нас, россиян, намного меньше, меньше, меньше. Я-то знаю ответ. А вот вы, знаете, он бы не ответил. А я бы ему сказала, где найти ответ. Но я тут сориентировалась, потому что вы понимаете, что все по-другому пошло. Я не стала его напрягать. А вообще я хотела бы назвать, знаете как, гражданин, пожизненный президент. Хотела так к нему обратиться, но пожалела. Я увидела, что он такой усталый, несчастный. Действительно, хоть и хорохорится, ну, мы одного возраста, я на двух годов я младше, но все равно, я знаю, уже и кости болят, и все. Не надо стесняться. У нас полстраны с такими костями. Я хотела ему подсказать, как можно малыми деньгами сделать эту программу. В Китае есть профессор, он иглонож. Вот эти отбивает. Я вот записку передала при секрету, где президенту можно спину наладить. Вот это я хотела ему сказать. Он мне Маша, я ему, Вова, а что страшного-то? Меня тоже, я, извините, не Маша вообще-то для чужого мужчины. Я всю жизнь с малых лет Мария Дмитриевна. Ну, сказал Маша. Ну, Вова, ему тоже приятно. В 60 лет его Вова кто-то назвал. Владимир, Маша, пожалуйста. Сейчас, Дима, извини. Да, возьмите, пожалуйста, микрофон. Мария Соловьенко, Владивосток, газета «Народные вечи». Слово материальное. Поэтому я к вам обращаюсь, гражданин, пожизненный президент Российской Федерации. Прошу не обижаться. Я сейчас объясню, почему. Поскольку ваш удивительно синеглазый пресс-секретарь в прошлый раз практически у меня вырвал микрофон, я буду краткой. Мой вопрос будет один, но из трёх частей. Коллеги, я прошу вас не смеяться. Это по-нашему. Потому что я очень волнуюсь, и серьёзные будут вопросы. Пожалуйста. Не смейтесь, пожалуйста. Пожалуйста, прошу вас. С последней части вам не нужно отвечать. Девушка с Мишкой поздравила с наступающим годом вас. А я хочу всех коллег, Россию и весь мир. Вы здесь делегированы странами. Я хочу напомнить любимого писателя Чук и Гек повесть. В 1934 году он написал. Почти 80 лет назад. И я думаю, эти строки, вот каждый желает счастья. Желаю всем счастья. И вот что он написал. Это очень важно помнить. Здесь о России сказано. Что такое счастье, это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди понимали и знали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовётся советской страной. Ну, добавлю, а сейчас зовётся Россией. Чтобы за советскую страну меня не ругали, как Гасманова. Теперь я выступлю в роли чеченского журналиста, который всегда у вас что-то просит. Про коррупцию не буду, смущать не буду. У нас замечательный центр в Владивостоке. Вот протез, вы спрашивали, построили медицинский. Он начал работать. Начались операции. Стоит огромный ПЭТ. Вы знаете, что это такое. Ядерный такой томограф, который онкологию упреждает. У нас тяжёлая ситуация в Приморье по онкологии. У нас взрыв был атомный, чажма. Атомный реактор у нас там остались от лодок. У нас фокусима рядом. Собираются хранить отходы, не спросив нас. Очень многие люди болеют, помощь очень слабая. Так надеялись на этот ПЭТ. Но забыли, он 70 миллионов стоит. Забыли 20 миллионов. Нужен маленький реактор, который будет эти капсулы делать, эти затопы. Я вас попрошу, Владимир Владимирович, даже не надо из бюджета. Вам стоит только плечом повезти все эти Абрамовичи, Прохоровы, жена Шувалова. Они к нам часто все приезжают. Они богатые люди. 20 миллионов надо. Не надо из бюджета. Эту шайку Минобороны тряханите. По 2-3 миллиона рублей, извините, я так говорю. Не надо хлопать, коллеги. Это очень больно. У нас молодые дети болеют. Едут в Сингапур, квартиры продают родители, чтобы их спасти. Ну, сделайте до Нового года нам этот подарок. Вот я как попрошайка сегодня. Все. Вы решите этот вопрос, я думаю. Да? Хотите, ответьте. Хотите, нет. Нет, ну 20 миллионов. И последний. А, пожалуйста. Да. Нет, вы ответьте, а тот последний. Короткий. Можете не отвечать, но он очень серьезный будет. Кто руководит пресс-конференцию? Вы или... А как хотите. Главное, чтобы польза была. Я хочу, чтобы вы закончили свой вопрос. Хорошо. Я больше вас перебивать не буду. Пожалуйста. А последний вопрос, вы можете на него не отвечать. Но от этого вопроса зависит судьба России. Это правда. Вот сейчас всякие исследования, 5-7 лет нашей стране осталось. Очень больно это слушать. Знаете, о чем это речь? Нет? Ну, такие общественные мнения, институты в интернете, что стране 5-7 лет. Мы разваримся к чертовой матери. И когда появились вот эти ракеты, ну да, я за державу, я за империю. Ну, может, это неправильно. А я не боюсь этого сказать. А я рада. У меня отец на Украине, мальчишка. Его в Германию угнали. Он воевал, офицер, умер давно. Пусть будет наша Украина. Это родина моя. Вместе мы должны быть. И правильно, что снизили эти газ, нефть там им. Так вот, Владимир Владимирович, для вас этот вопрос будет очень тяжелый. Прошу на него не отвечать. Это правда. Подождите. Следующий год. Год лошади. Мой год. Вот у вас будет год, чтобы принять стратегическое решение. Не смейтесь. Все знают. Идет реклама по телевидению. Газпром – национальное достояние. Добавим кучки олигархов. Правда? Так случилось. Подождите. Так случилось. Я вас очень прошу, не отвечайте сейчас. По Конституции недра принадлежат народу. И нефть, и газ, и все ископаемые. Но давайте сделаем так. Не сразу у вас это получится. Может быть, вам страшно будет. Давайте вернем все-таки. Национализируем это все. И тогда не будет этой прослойки. Не будут сдирать шкуру с налогоплательщика. Если вы боитесь, вы не бойтесь. Вас тогда каждый, даже самый маленький мальчишки-бальчиш защитит за это. И тогда у нас проблем не будет. И на ПЭТ нам хватит. И на пенсии хватит. Без всяких прокладок вот этих олигархических. Это трудно. Можете не отвечать. Но я вас очень прошу. И думаю, вся страна тогда вас полюбит и скажет. Будьте вы пожизненным, Владимир Владимирович. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо.